В Минкоммерции КНР заявили о дестабилизирующих действиях США. Китай решительно осудил поездку японского политика на Тайвань. Китайские власти определили дальнейший план действий по восстановлению районов, пострадавших от наводнений. В Пекине оценивают ущерб, а в южных районах страны только встречают удар стихии. Госстат КНР опубликовал данные об изменении цен. Аэропорт Досин в Пекине впервые принял более 150 тысяч пассажиров за сутки. Китай вывел на орбиту спутник для борьбы со стихийными бедствиями. Медиакорпорация Китая обнародовала список телепремьер второй половины года. Участники всемирных студенческих игр в Ченду высоко оценили организацию мероприятия. Спортплощадки универсиады откроют для свободного посещения. В Тайване набирают популярность фотосессии в сумерках на фоне городских достопримечательностей. Решение Белого дома об ограничении инвестиций США в национальные предприятия других стран подрывает международный торгово-экономический порядок и серьезно дестабилизирует глобальные цепочки поставок. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР. Соответствующее распоряжение подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Документ предусматривает ужесточение контроля за американскими инвестициями в высокотехнологичные отрасли КНР. Мера также коснется разработки в Китае полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Китай крайне обеспокоен ситуацией и оставляет за собой право принять меры, отметил официальный представитель Минкоммерции КНР. Тем не менее, в Пекине выразили надежду, что американская сторона будет уважать законы рыночной экономики и принципы честной конкуренции и призвали не создавать искусственных помех для глобальных торгово-экономических обменов и сотрудничества, а также не препятствовать восстановлению мировой экономики. Китай решительно осуждает поездку японского политика на Тайвань и его безрассудные публичные высказывания. С таким заявлением выступил МИД КНР, комментируя действия заместителя председателя правящей либерально-демократической партии Японии и бывшего премьер-министра Тара Аса, который побывал на острове с визитом. Провел встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, замглавы местной администрации Лай Цин Дэ и руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У. Такие действия усугубляют напряженность в Тайваньском проливе, серьезно подрывают принцип «одного Китая» и дух четырех китайско-японских политических документов, а также грубо нарушают основные нормы международных отношений, отметил официальный представитель МИД КНР. Регионы должны быть готовыми к повторным ударам стихии, поскольку опасный период паводков еще не завершен. Об этом заявил премьер КНР Ли Циан во время заседания Госсовета. Ликвидация последствий сильнейших ливней, которые обрушились на отдельные районы Китая, стала главной его темой. Глава правительства напомнил о призыве председателя КНР бросить все силы на поиск пропавших без вести и свести человеческие жертвы к минимуму. Внимание властей сейчас также сосредоточено на обеспечении людей в зонах бедствия продовольствием, питьевой водой, одеждой, временным кровом и медицинским обслуживанием. На заседании особо подчеркнули необходимость дезинфекции городов после паводка для предотвращения эпидемических вспышек. В числе первоочередных задач – ремонт дорог и коммуникаций, восстановление электро- и водоснабжения, обеспечение стабильных цен на рынке, восстановление посевов и сельскохозяйственных объектов. Власти ускорят реконструкцию жилья, соцобъектов, больниц и школ, чтобы вернуть жизнь в пострадавших районах в нормальное русло до осеннего похолодания и начала учебного года. Участники заседания также пообещали увеличить финансирование восстановительных работ, как можно быстрее выплатить компенсации пострадавшим и поддержать кредитами малый бизнес, чтобы свести к минимуму негативное влияние стихии на социально-экономическое развитие и жизнь людей. Число погибших от наводнений в Пекине увеличилось до 33 человек, из них пять – участники поисково-спасательных операций. Еще 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Такие данные озвучил заместитель мэра китайской столицы Ся Линьмао. По его словам, эвакуировано 82 тысячи жителей. Сейчас все они в безопасности, обеспечены предметами первой необходимости и медицинской помощью. По данным муниципальных властей с 29 июля по 1 августа выпало рекордное количество осадков за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Среднее количество осадков в городе составило 331 миллиметр, а количество осадков, выпавших за 83 часа, достигло 60% от обычной годовой нормы. Короткие власти заблаговременно приступили к профилактике эпидемии после удара стихии, взяли под контроль распространение инфекционных заболеваний, качество воды, занялись дезинфекцией в пострадавших районах. Согласно опубликованным данным, в общей сложности в результате паводка пострадали 1 290 000 человек. Обрушились 59 тысяч зданий, еще 147 тысяч зданий получили серьезные повреждения. В зону затопления попали 15 тысяч гектаров посевов. Материальный ущерб еще подсчитывается, но по предварительным оценкам полное восстановление пострадавших районов займет три года. Между тем, Национальный метеорологический центр Китая объявил синий уровень тревоги в связи с тайфуном Ханун. Это уже шестой тайфун в этом году. Он несет обильные осадки в северо-восточные регионы страны. В Китае цены снизились на 0,3% в июле по сравнению с прошлым годом, но стали на 0,2% выше, чем месяц назад, сообщает Госстатка НР. При этом в сельских районах товары в магазинах подешевели сильнее, чем в городах. Однако с начала года индекс потребительских цен в стране вырос на 0,5% в годовом исчислении. В ведомстве также сообщили об июльском падении индекса цен производителей на 4,4% по сравнению с годом ранее и на 0,2% по отношению к июню. Этот показатель за прошедшие 7 месяцев текущего года снизился более чем на 3%. Суточный пассажиропоток международного аэропорта Досин в Пекине впервые превысил 150 тысяч человек. Рекордный суточный показатель пассажирских авиаперевозок зафиксировали в начале августа. В этот день в аэропорту обслужили больше 155 тысяч человек. С июля 2023 года аэропорт возобновил более 10 международных и региональных авиамаршрутов. Досин – новый воздушный порт китайской столицы. Его ввели в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Китай успешно запустил спутник для мониторинга окружающей среды с космодрома Таюань на севере страны. На околоземную орбиту его вывела ракета-носитель Чанчжен-2С. Аппарат Хуэньцзин Цзяньцзай-206 станет частью группировки из четырех низкоорбитальных спутников, которые способны делать снимки в высоком разрешении при любой погоде. Их будут использовать для предотвращения природных катастроф и ликвидации их последствий, защиты окружающей среды, а также в сельском хозяйстве, лесоводстве и разведке природных ресурсов. Центр производства финансовых программ Медиакорпорации Китая опубликовал список телепередач, которые выйдут в эфир во второй половине 2023 года. Запланированы 18 телепремьер, в том числе шесть документальных программ, одна из которых получила название «Новый облик человеческой цивилизации. Китайская модернизация». На презентации в Пекине присутствовали глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и другие высокопоставленные лица. Праздник молодежного спорта в Чэнду подошел к концу. После церемонии закрытия спортивные делегации из более чем ста стран разъезжаются по домам. Большинство участников остались под впечатлением от качества спортивных арен, реализации на играх концепции зеленого развития, а также гостеприимства волонтеров и организаторов. Это незабываемо. Китай сдержал все обещания. Мы стали свидетелями великолепного события как в плане спорта, так и с точки зрения организации проживания, транспорта, безопасности, питания. Организация функциональных секторов превзошла все ожидания. От универсиада остались яркие и волнующие впечатления. Мы соревновались друг с другом и болели друг за друга. Повсюду царила атмосфера единства и сплоченности. Самое главное для меня это люди, которых я здесь встретил. Теплота и улыбки на лицах волонтеров. Я постарался запомнить каждое имя и добавил их в Вичат, чтобы поддерживать связь. Участники и гости универсиады в Чинду отмечают, что она поможет укрепить международное взаимопонимание и придать новый импульс созданию лучшего будущего для всего человечества. 31-е Всемирные студенческие игры завершились, но их наследие остается в Чинду. Власти надеются, что арены и стадионы не только повысят качество жизни горожан, но и дальше будут вносить вклад в защиту природы. При планировании игр одной из важных задач было сделать их проведение максимально экологичным. Так, из 49 спортивных объектов только 13 построили с нуля. Остальные 36 реконструировали для улучшения энергосбережения. Один из примеров – центр бадминтона Шуан-Лю. Здесь внедрили систему коллекторов для сбора дождевой воды, которую затем используют для полива деревьев и газонов. Перемены произошли и в бассейне для прыжков в воду. С помощью центральной системы управления мы регулируем освещение и кондиционирование. Мониторинг происходит онлайн в режиме реального времени. Эта система помогает нам сэкономить четверть потребляемой энергии. После окончания универсиады она продолжит функционировать. В оргкомитете универсиады отмечают, что некоторые площадки уже забронированы под проведение международных соревнований. Другие вскоре откроются для круглогодичного посещения с бесплатным входом или по символическим ценам. В деревне универсиады, здания которой спроектировали для охлаждения без кондиционеров, жители города смогут побывать уже в сентябре. В административном центре провинции Шаньси Тайюань, которые богаты достопримечательностями, набирают популярность фотосессии в сумерках или после заката. Одна из визитных карточек города – пешеходная улица Джунлоу. После реновации торговый квартал с тысячелетней историей стал излюбленным местом молодежи, которая выбирает его для романтических фотосессий. Красота ночного освещения просто ошеломляет. Днем и ночью улица выглядит по-разному. Лично я предпочитаю ночные фотографии. Местные фотографы отмечают, что молодые люди все чаще заказывают вечерние фотосессии, особенно в кварталах с традиционной архитектурой. Возьмем улицу Джунлоу для примера. Раньше здесь было много устаревших элементов оформления, но после реконструкции она стала привлекать молодых людей. Им начинает нравиться старинная архитектура. На ее фоне хочется сфотографироваться. Популярной локацией для свадебной фотографии стал холм в пригороде, откуда открывается захватывающий вид на освещенный вечерними огнями Таюань. Субтитры создавал DimaTorzok